Старая ливневая канализация на артиллерийской сейчас годится разве что в утиль, свое уже отслужило. На ее место со дня на день лягут новые трубы диаметром в один метр. Такие уже лежат от Краснофлотской до перекрестка с Лениным. Последние для движения открыли на день, позже запланированного срока. Хлопот добавили пролегающие по соседству с ливневкой трубы. Все сети, которые находятся, они изношены в определенной степени. И уже построены в некоторых 30 лет, 40 лет назад. Возникла проблема с одной камерой по тепломагистрали, вторая камера по водоводу. То есть подрядчикам пришлось устранять ветхость этих камер, для того, чтобы система водоснабжения и теплоснабжения в этом участке города работала. А на Зейской, от Новой до Артиллерийской, напротив, работы идут с опережением срока. Реконструкция канализационного коллектора здесь завершилась раньше на целый год. Сейчас рабочие формируют тротуары и готовятся к укладке асфальта. Она пройдет в октябре. А на следующий год дорожным покрытием оснастят и соседние участки. До конца этого года практически уже следующие 800 метров в Зейской, они должны будут быть подготовлены для благоустройства на следующий год, потому как прежде чем класть асфальт, нужно сделать ливневую канализацию. На трудовой все коммуникации уже уложили. Трубы с 40-летним стажем заменили на новые, так чтобы их пропускной способности хватило на будущую застройку золотой мили. Сейчас рабочие занимаются благоустройством территории. В сентябре район предстанет в новом виде. Здесь расширится на той стороне стоянка, добавится. Вот здесь должна была быть правоповоротная полоса, но она ущемляла вот эту стоянку, мы с ГАИ пересогласовали. Стоянку сохраняем. А улицу, правоповоротную полосу, расширяем только на метр. Полностью готовым к проезду транспорта на днях станет и участок Зейской от Пушкина до Чайковского. Всего на реконструкцию коллектора в этом году город потратит почти 209 миллионов рублей.